Телеканал Самаргиз совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала Зоопатруль расскажет о собаке, хозяин которой уехал в зону специальной военной операции. Немецкая овчарка по кличке Мэйджик живет в ветеринарном центре почти год. Собака прожила в семье много лет, но теперь находится под присмотром персонала Флагман Вет. Хозяин Мэйджика уехал в зону СВО. Это породистая собака, очень умная. Конечно, мы стараемся обеспечить ему максимально комфортные условия. То есть первое время, конечно, это был большой стресс для него. Даже были некоторые проблемы со здоровьем в связи с этим. Но сейчас все наладилось, и он такой активный, веселый, бодрый. Я думаю, что 10 лет фора у него точно еще есть, и он может стать чьим-то любимцем. Спустя некоторое время Мэйджик привык к сотрудникам ветцентра. Не получилось только найти общий язык с другими кобелями. Пес сразу лезет в драку. Поэтому живет не в вольере, а в служебном домике. А вот к сородичам женского пола Мэйджик более лоялен. Он боец. Реальный боец. Стандартный немец, как я считаю. Есть немец. Послушный, довольно-таки добрый пес. К людям он очень добродушный. Любитель погулять, конечно, поплавать и искупаться. У нас человек Михаил, он с ним гуляет постоянно, они дружат очень. Нормальный пес. Мэйджик не только послушный пес. Овчарка знает и понимает все команды. Вот, вот, умница. Молодец, сын. Ух ты, красавчик. На сегодняшний день в ветеринарном центре живут более 10 таких животных. Зоопатруль уже рассказывал о собаке по кличке Лимон. Его история очень похожа на историю Мэйджика. Хозяин Лимона отправился в зону СВО и даже навестил свою собаку, когда получил увольнительную. По словам сотрудников ветцентра, с началом спецоперации некоторые семьи бойцов вынуждены отдавать своих животных под опеку зоозащитников. Все-таки собаки это больше проблема. Собак сложно устроить. Вот, поэтому собаки, конечно, это такая история, которую очень быстро не пристроишь. Вот, и так как люди могут уйти достаточно внезапно, там буквально какие-то 2-3 дня остаются на принятие решений. И мы в таких случаях всегда стараемся поддержать. Но, тем не менее, конечно, это большая ответственность. Для нас это такое волнительное событие. Департамент ветеринарии Самарской области обзвонил организации, которые могут помочь с передержкой животных, чьи хозяева находятся в зоне СВО. Некоторых питомцев, как правило, котов или кошек, самарцы соглашаются приютить у себя дома. Так четвероногие друзья испытывают меньший стресс от разлуки с хозяевами. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8-961-387-93-12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.